Ну, как обычно, давайте попробуем уж потестировать на большом тесте, проверим, что все работает. Для этого давайте добавим генератор, который будет попадать в файл input.txt. Наш чудесный тест. Тест у нас будет размером 100 тысяч. Давайте по-простому сделаем. Заведем рандом. Выведем просто сначала n. После этого 100 тысяч и все. Давайте прямо так. Что мелочиться? Да, давайте нормально. Просто рандомный нит выведем. Он будет немножко не в нашей границе, но не страшно. Так. И пробел. Не забываем закрывать за собой принт-файтер, иначе буфер не сбросится. Отпускаем. Смотрим в input.txt. Он получился прекрасный, здоровый тест. Давайте запустим на него нашу программу. Вот, видим, за полсекунды грид отработала. Давайте сравним стандартной реализацией, то есть, которая есть в race.sort. Это стандартная сортировка, которая есть в Java. Она не сортировка с лиянием используется. Более быстрая сортировка. Но тем же интереснее будет проверить, насколько она быстрее. Я в швоту примерно столько же. На самом деле это происходит из-за того, что мы очень много времени тратим на чтение, на вывод. Если мы не будем выводить, на самом деле, разница уже будет поинтереснее. Вот здесь будет 250 миллисекунд, а так 229. Нет, почти столько же, действительно. Ну да, на самом деле еще основное время тратиться на ввод данных. Вот сканер, как я уже говорил в самом начале, это довольно тормозная штука. Можно его переписать так, чтобы было побыстрее. Давайте этим займемся. Более быстрый способ чтения с помощью класса, который называется Buffer Reader. Buffer Reader. Buffer Reader. В это время он менее удобный. File Reader. Int.txt. Зато очень быстрый. Отлично. Он умеет делать очень просто. Умеет считывать строчку из входного файла. Read. В это время придется вручную распарсить в int. То есть вот int.n. Это будет int.n.txt. Int.n.txt. Вот сравните как бы вот это и вот это. Вот это принесу сюда. Можно было удобнее сравнивать. Раньше мы просто читали next int.n.t. Сейчас мы сделаем... Так, секундочку. А. Да, еще больше exception вылетает. У нас раз. Да, вот сравните. Раньше было просто next int.n.t. Сейчас придется делать read line. От него parse int. Здесь получится делать еще немножко сложнее. Смотрите. У нас в одной строчке лежит очень много интегеров. Нам придется их сначала достать, потом разделить на отдельные токены, и после этого уже каждый из них обработать. Давайте. Как это проще сделать? Ну, давайте int.n.txt. Вот так. Так, int.n. А здесь прочитаем вот эти вот токены. И разобьем это по пробелу. Вот так. Так, а здесь теперь вместо этого напишем int равно integer parse int очередной вот токен tokens О! Давайте посмотрим, насколько у нас все ускорилось. Да, видите, в два раза ускорилось программа. Действительно, буфер длин работает в два раза быстрее, чем сканер. Так, ну, мы с вами не очень часто сравнивали еще с сортировкой. Если осталось, давайте сортировку уберем совсем. Вот работа 74 секунды. Вот чисто ввод работает. 74 миллисекунды. Давай сортировку. Это 87 получилось. А если мы добавим стандартную сортировку? 91. Да, у нас сроком работает даже быстрее, чем стандартный. Это очень странно. Ну, факт. Тем временем, давайте попробуем убрать добавить вывод. Видим, что вывод еще занимает кучу времени. Видим, что массив действительно сортированный. Тут все по-честному. Да, все хорошо. Можно было проверить это еще. Давайте циклом это проверим, чтобы убедиться, что точно все работает. Для этого проверим все соседние элементы. проверим, что они в нужном порядке. Если сортит и ты больше, и плюс первый, то давайте кинем exception. Да, ведь exception не вылетел. Можем писать assert здесь, но я не уверен, что у меня assert включен. так. Прекрасно. Теперь мы писали сортировку с влиянием. Она работает быстро, работает хорошо. Давайте вернемся к решению нашей исходной задачи.